Солнце осветило каждый уголок леса. Деревья соревнуются в высоте, чтобы впитать в листья как можно больше света. Самое время утолить голод. Змея появляется неоткуда и ползет вверх по деревьям. Безмолвная, подобно Богу, она осматривает свои владения. Редактор субтитров А.Семкин Змеи. Тайны самых смертоносных созданий на Земле. Весна Весна творит мощное заклинание, выманивая пестрого аспида на открытый воздух. Эти присмыкающиеся собираются в группы дважды в год. Один раз перед спячкой и один раз весной. Их выманивают наружу феромоны самок. У самок-змеи более крупные тела, чем у самцов. Но по численности самцы намного обгоняют самок. За одной самкой ухаживает огромное количество самцов. В этом великом спаривании участвует более ста тысяч змей. Несколько сотен самцов собираются вокруг одной самки, образуя огромный шар. Каждый самец стремится встретиться с самкой посередине. Он должен быть сильным, а главное – настойчивым. Посредством такого соревнования мелкие, неядовитые пестрые аспиды создают более сильное потомство. Лишь одному в этом спутанном клубке удастся спариться с самкой. Однако и более слабые самцы могут преуспеть, во-первых, изображая самку. Некоторые самцы могут выделять такие же феромоны, как и у самок, привлекая других самцов. Изнурив самцов, которые собираются вокруг них, они отправляются на поиски настоящей самки. Чтобы выжить в этом мире, нужно быть настойчивым, сильным или хитрым. Настоящая жизнь начинается после борьбы за спаривание. Голубая сорока пронзительно кричит. Возможно, это и есть ее жизнь. Они бы не осмелились так отчаянно защищаться, если бы не были родителями. Конечно, это неравная борьба. Пара пытается спасти свое потомство любой ценой. Если поставить на карту все, что имеешь, есть небольшой шанс победить. Лазающий полос – могучий охотник в этом лесу. Его оружие – длинное тело. Он в мгновение ока хватает добычу и раздавливает ей легкие. Чем упорнее жертва борется за жизнь, тем ближе она к смерти. Змеи населяют эту планету последние 140 миллионов лет. Как им удалось выжить бесконечностей? Было много теорий, но ни одна из них не дает точного объяснения. Лазающий полос откладывает яйца в июльскую жару. В отличие от других змей, которые просто оставляют свои яйца без присмотра, полос постоянно находится возле них. Эти змеи могут отложить единовременно до 20 яиц, и им придется дежурить около 50 дней, пока не вылупятся детеныши. Однако полос не может оставаться возле них целый день. Будучи хладнокровными существами, змеи не имеют механизма регулирующего температуру тела. Они не могут лежать, не впитывая жар из окружающей среды. Солнечные лучи дают им энергию, чтобы двигаться, охотиться и бороться. Змея ползает на брюхе. Свет – это сила, определяющая всю жизнь змеи. Короткий промежуток между светом и тьмой хищные птицы кружат на расстоянии. Это широкоротые коршуны, известные охотники на летучих мышей. В небе царит хаос. И летучие мыши, и широкоротые коршуны ждали темноты, чтобы поохотиться. Широкоротый коршун бросается в сторону стайки летучих мышей. Однако из-за спешки он промахивается мимо цели. Он терпит неудачу, несмотря на то, что небо кишит летучими мышами. Наконец, ему удается схватить добычу. Такая сцена повторяется ежедневно, как свет и тьма, жизнь и смерть, едва разделенные очень тонкой чертой. В темноте начинают вылупляться детеныши лазующего полоза. Это полностью сформировавшиеся существа, совсем как мать. Снаружи холодно. Новорожденные переводят дух. Кажется, им придется ждать света целую вечность. Нужно быть осторожным, идя по густому лесу высоко в горах. Тут греется восточный щитомордник. Эта змея воспринимает окружающий мир через запах и температуру. Она нюхает языком. У ночных змей удлиненные вертикальные зрачки, как у кошек. Посредством этого углубления змея ощущает тепло. Если змея гремит хвостом, она насторожена. Она моментально сжимается, увидев добычу. Именно в этот момент змея особенно опасна. Стремительная атака. Восточного щитомордника также называют семипозиционной или семишаговой змеей из-за сильного яда, который обездвиживает укушенную жертву через семь шагов. Однако, если ее не провоцировать, эта змея избегает человека. Восточный щитомордник производит потомство в середине августа. В отличие от лазающего полоза, детеныши этой змеи покрыты тонкой оболочкой. Восточный щитомордник – яйцеживородящий. Детеныши вылупляются внутри тела матери. Оставаясь в утробе, они питаются яичным желтком. Мать-змея обычно рожает единовременно до десяти детенышей. Эту змею также называют змеей матери-убийцей, из-за поверья, что детеныши съедают свою мать изнутри. Змееныши рождаются ядовитыми. Новорожденные не спешат покинуть мать. Такое поведение выглядит так, будто они пытаются ее убить, что и породило прозвище этой змеи. Возможно, это поверье возникло из-за страха перед их сильным ядом. Обсохнув, новорожденные змеи уползают, чтобы вести самостоятельную жизнь. В это время года много пищи. Змееныши выросли до пятнадцати сантиметров в длину. Вооруженные мощным ядом, они ничего не боятся. В это время они должны как следует подкрепиться, чтобы подготовиться к приближающейся зиме. Многие молодые змеи не переживут этот сезон. Останутся только сильнейшие, а они будут господствовать. Змея мгновенно кусает своими ядовитыми клыками. В мире существует около трех тысяч видов змей, но лишь пятьдесят вооружены смертельным ядом. Кобра — королева ядовитых змей. Рисунок на ее спине напоминает глаза, и это предупреждающий знак для непрошенных гостей. Когда кобра чует угрозу или взволнована, она вытягивается вверх и раскрывает капюшон. Ошейниковая кобра знаменита тем, что выплевывает яд. Он выпрыскивается из ее ядовитых клыков. Головой змея повторяет движение жертвы, а затем брызгает ядом ей в глаза. Она почти никогда не промахивается. Яд достаточно сильный, чтобы жертва ослепла. Распрыскивание яда — это защита, а не нападение. Змея так делает, потому что боится. Только наиболее развитые виды змей обладают ядом. Змея вытягивается на одну треть от длины своего тела, чтобы брызгнуть ядом на 3-4 метра вперед. Змеям нет конкурентов в плане стрельбы на дальние расстояния. Немногие другие животные могут осуществить атаку издалека из такой позиции. Это делает кобру противником, с которым нельзя не считаться. Жизнь бесконечности также трудно представить себе как жизнь, зависящую от плавников. Безмолвный воздух. Их полон напряжения между жертвой и хищником. Момент истины наступает за считанные секунды. Невозможно сказать, кто вскоре получит преимущество. Но если понаблюдать подольше, все станет ясно. Побеждает сильнейший, потому что он никогда не сдается. Эта змея свободно движется по воде, несмотря на то, что у нее нет плавников. Это азиатский уж рыболов. Его любимая добыча — лягушки. Змеи живут в любой окружающей среде, за исключением самых холодных регионов мира. Такая водяная змея обычно встречается в Корее. В воде она управляет своим телом так, как будто у нее есть плавники. Она передвигается вперед зигзагами. Водяные змеи живут возле рек, питаясь лягушками и пресноводной рыбой. Жизнь рептилии, которой приходится соревноваться с рыбой в воде, довольно непроста. Успешной бывает лишь одна из десяти попыток. Водяные змеи не ядовиты. Они должны крепко сжать трепутающуюся рыбу. Когда рыба начинает терять силы, змея сдавливает ее еще крепче. Метод охоты один и тот же и на земле, и в воде. Змея использует длинное тело. Есть так же сложно, как и охотиться. Чтобы проглотить рыбу, змее нужно около получаса. Битва между змеей и рыбой близится к концу. Можете вспомнить, сколько видов животных процветают и на земле, и в воде? Змея – один из немногих. Ей хорошо на земле без всяких конечностей, и она плавает в воде, не имея плавников. В глубине жарких и влажных дождевых лесов, змеи живут в темных болотах. Редкий рыболов будет жить там, где так темно, где почти ничего не видно. Длинное тело пускает рябь по воде. Цвет змеи – бледно-коричневый. На ее голове два щупальца, похожие на рога дьявола. Отсюда и название – щупальценосная змея. Большую часть времени она проводит в воде, обвиваясь хвостом вокруг водорослей. Каждые полчаса змея всплывает на поверхность воды. Эти змеи живут под водой, но дышат через легкие и вынуждены время от времени подниматься и вдыхать воздух. Щупальца на голове позволяют им определять направление течения. Щупальценосная змея – хороший охотник. Рыба очень быстро меняет направление. В шаге от того, чтобы быть пойманной, она резко разворачивается. Это ее способ уходить от врагов – механизм защиты, которым пользуется рыба, уловив внезапное движение в воде. Это называют эсстартом – из-за рисунка, когда рыба разворачивает тело. Это рефлекторное движение, вызванное клетками маунтера, которые присутствуют у рыб и амфибий. Щупальценосная змея сворачивает тело петлей и терпеливо ждет рыбу. Но каждая попытка проваливается из-за мгновенных рефлексов рыбы. Чтобы развернуться, рыбе нужно 0,005 долей секунды, а змее на бросок требуется 0,0015. Рыба движется в три раза быстрее. Простая математика говорит, что у змеи нет шансов. Но ей довольно часто удается преуспеть. Как же это происходит? Внимательно следите за щупальценосной змеей и рыбой. Змея движется, предвидя направление движения рыбы. Это стратегия. Используя длинное тело, змея создает рябь, заставляя рыбу разворачиваться по эскривой. Однако разворот приводит рыбу прямо в пасть змее. Рябь создается, чтобы привлечь туда рыбу. Развернувшись, рыба не может изменить направление. Такова сила инстинкта. Щупальценосная змея использует этот инстинкт, чтобы преодолеть отставание в скорости. Это стратегия щупальценосной змеи, чтобы процветать под водой, не имея плавников. Здесь солнце поднимается выше, чем где бы то ни было в мире. Ежегодно тут выпадает две с половиной тысячи миллиметров осадков. Высокая температура и влажность позволяют деревьям расти до 40-60 метров. В джунглях самая разнообразная флора и фауна. Жизнь здесь в изобилии, так как идет суровая борьба за выживание. Оружие этой ящерицы – цвет. Как и у хамелеона, цвет меняется в зависимости от интенсивности света, температуры и настроения. Эта ящерица яростно охраняет свою территорию. В этих дождевых лесах нужно смотреть не только под ноги, но и наверх. Эта змея наибольшее количество времени проводит на деревьях. Если бы у нее были конечности, она бы и не думала покидать землю. Данный экземпляр со вздернутым носом – еще один вид древесных змей. Змеи могут жить высоко на деревьях, потому что в процессе эволюции лишились лап в обмен на длинное тело. Жизнь без ног. Все тело змеи как стрела. Голова должна найти цель, а длинное тело последует за ней. Все остальные сложные моменты забыты. Осталось лишь тело. Змея бросается вперед, учуя в запах добычи. Блестящий древесный уш питается древесными ящерицами, лягушками и птичьими яйцами. Иногда ваша диета полностью определяет ваш образ жизни. Эта лягушка всю свою жизнь проводит на деревьях, кроме того периода, когда она спаривается и мечет икру. Это летающая лягушка. Она использует широкие перепонки на лапах, как крылья. Этой лягушке пришлось научиться летать, чтобы выжить. Она научилась плавать и прыгать, но этого было недостаточно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Лягушка всего 15 см в длину, но может летать на 15 метров, что в 150 раз больше длины ее тела. Представьте, что людям нужно было бы использовать ноги для полета, и поймете, какой это великий подвиг. Что-то в этих джунглях заставило лягушку летать. Движение вопреки законам гравитации. У нее более 400 ребер, и она движется куда хочет высоко над землей. Тут кто-то прячется и идеально замаскировался. Главная добыча колота – насекомые, живущие на деревьях, например, муравьи. Змея приближается к цели тихо и неотвратимо. Ящерица прыгает в воздух. Змея следует за ней. Полет – верный способ выживания в воздухе. Летающий геккон научился летать, чтобы охотиться или чтобы спасаться от хищников. Точно неизвестно почему, но эта ящерица может использовать свои лапы как крылья. Она всего 20 сантиметров в длину. Но может покрыть расстояние в 20 метров. Дракосоматранус использует для полета необычную часть тела. Под конечностями вдоль грудной клетки у нее хорошо развитые летные перепонки. Ящерица подбрасывает тело вверх и раскрывает перепонки как крылья. Так ящерицы летают по воздуху. Богатая экосистема означает жестокую борьбу за выживание. Змеи посвящают этой борьбе всю свою жизнь. Ящерица сливается с окружающим пейзажем. Райская украшенная змея Змея сжимает свою добычу как и другие неядовитые змеи. А также парализует ее слабым ядом. Проблема этой змеи в том, что ее добыча живет высоко над землей. Змея, которая решила жить на деревьях, должна каждый день решать важные задачи. Во-первых, сложно переносить свое тело с ветки на ветку. Проблема усугубляется, если между деревьями слишком большое расстояние. Райская украшенная змея выбрала для себя полет. Она прыгает в воздух, используя свое тело как пружину. Снижаясь, она изгибает тело в форме английской буквы «С». Плывя по воздуху, она скручивает тело из стороны в сторону, чтобы сохранить равновесие. Она свешивается с ветки на хвосте, оттягивает тело назад, а затем бросается вперед. Есть пять видов летающих змей. И это самый лучший летун из всех. Как же она научилась летать, несмотря на явное отсутствие крыльев? Это тайна. Она раскрывает грудную клетку как парашют и прижимает спину к желудку. Главное увеличить подъемную силу и уменьшить сопротивление, распластав обычно круглое тело. Главное увеличение Понаблюдав за многими змеями, мы обнаружили, что летающая змея начинает полет, падая под острым углом в 62 градуса, но сохраняет угол в 13 градусов, распластав свое тело и может покрыть в полете большое расстояние. Имея тело длиной в метр, она может пролететь по воздуху до 100 метров. Хотя оставаться на земле и безопаснее, полет подарил ей скорость и свободу полета птицы. Змея Мы можем лишь представить те страшные обстоятельства, что в конце концов заставили змеи летать без крыльев. Время от заката до рассвета для некоторых животных означает период между холодом и теплом. Тепло распространяется на всех живых существ на земле, даже тех, кто лежит в темноте, ожидая своего часа. Тепло распространяется на всех живых существ на земле. Все живое на земле рождается, развивается и умирает. Земля и ее природа эволюционировали миллиарды лет. На начальных этапах своего развития наша планета была непригодна для жизни из-за высокой температуры поверхности. Понадобились миллионы лет, чтобы Земля остыла и стала гостеприимной для жизни. Первые живые организмы были примитивными. Случайные совпадения и законы эволюции привели к возникновению множества разных видов. Все живое стремится к размножению. Если вид сумеет адаптироваться к среде обитания, он оставит большое потомство. Сколько видов смогут выжить, полагаясь только на себя? Все животные в пищевой цепочке зависят друг от друга. Чтобы выживать в бесконечных боях в дикой природе, вид должен эволюционировать и адаптироваться. Эволюция подарила животным очень эффективную стратегию. Использование яда. Яд – весьма эффективный способ убить добычу, но выработка яда дается непросто. Яд и стратегия выживания Коста-Рика находится в Центральной Америке. Бесценным достоянием этой небольшой страны являются девственные тропические леса. Площадь Коста-Рики в два раза меньше площади Южной Кореи, но разнообразных видов флоры и фауны здесь больше, чем на всем африканском континенте. Обильные осадки благотворны и для земли, и для животных. Благодаря частым дождям растут прекрасные, густые, здоровые джунгли. Жаркий и влажный климат джунглей Коста-Рики – идеальная среда обитания для амфибий, например, для этой лягушки. На ее лапках нет перепонок. Уровень влажности настолько высок, что лягушки выживают и без воды. Этот вид обитает в основном на деревьях. Чтобы лазать по деревьям было удобно, природа наделила этих лягушек длинными задними конечностями. Красноглазая квакша часто встречается в Коста-Рике. У нее сферические красные глаза. У этой стеклянной лягушки прозрачная кожица. Зеленая спинка сливается с листвой, но кожа на брюшке не имеет пигмента, и можно увидеть, как бьется сердце. Лягушки – добыча многих животных. Похоже, уникальная кожа стеклянной лягушки позволяет ей оставаться незаметной для хищников. Рассеянный солнечный свет едва доходит до земли сквозь густую листву. Повсюду вокруг – яркие зеленые листья. У маленькой лягушки-древолаза – интересный наряд. Синие джинсы и красная толстовка с капюшоном. Ее красное тело хорошо видно на фоне зеленой листвы. В Коста-Рике ее так и называют – лягушка в синих джинсах. Почему у нее такой яркий и заметный окрас? В джунглях хищники встречаются на каждом шагу, и они постоянно ищут легкую добычу. Лучшая стратегия выживания – использовать защитную окраску. Красные лягушки очень малы, но их легко заметить. Большинство лягушек имеет защитный окрас, спасающий их от хищников. Несмотря на заметную окраску, маленький древолаз бесстрашно ползает под джунглем и даже выставляет себя на показ, привлекая внимание. Так почему эта лягушка такая яркая? Появилась змея – смертельно опасный враг. Маленький древолаз не догадывается об опасности. Охота началась. Змея опустилась в погоню, лягушка ничего не подозревает. Сколь доступной не кажется добыча, охотник вкладывает в погоню все силы. Змея возобновляет погоню. К счастью, лягушка еще жива. Но охотник появляется снова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Неужели маленький древолаз сейчас умрёт? Захватив добычу, змея пытается проглотить свой обед. Но почему змея срыгнула лягушку? Маленький древолаз спасается бегством. Что происходит со змеёй? Она корчится от боли. Почему лягушка выжила? Посмотрев на лягушку, змея разворачивается и покидает поле боя. Что сделал древолаз? Когда змея укусила лягушку, та бросилась в контратаку. Маленький древолаз вырабатывает токсичные вещества. Когда на него нападают, он выделяет яд сквозь поры на коже, чтобы хищник выплюнул его. Кто же победил? Маленький древолаз? Не совсем. Кусая лягушку, змея нанесла удар такой силы, что древолаз погиб через несколько минут. Так зачем древолаз вырабатывает яд? Смерть одного маленького древолаза – это жертва, которая спасёт остальных. Отныне змеи и другие хищники знают, что маленький древолаз ядовит, и его нельзя есть. Попробовав одного маленького древолаза, змея не покусится на других. Поэтому жизнь древолазов будет спокойнее. Теперь у красных лягушек больше шансов выжить в джунглях. Способность накапливать токсины – дар, которым природа наделила маленьких древолазов. Как эта лягушка вырабатывает яд? Она получает его из пищи. Большинство растений ядовиты в той или иной степени. Некоторые маленькие насекомые Коста-Рики могут накапливать в организме алкалоиды, которые они получают из растений. Например, термиты и некоторые жуки. В теле лягушки съеденные насекомыми алкалоиды перерабатываются в яд, который хранится в особых железах. Когда на лягушку нападают, она выделяет яд через кожу, то есть начинает потенциально смертоносную контратаку. Но эта стратегия выживания дается нелегко. В отличие от других лягушек, маленький древолаз невелик. Вместо устрашающего размера он использует яд. Этот самец раздувает резонатор, чтобы привлечь самку. Инстинкты велят лягушке спариваться и передавать дальше свои гены. Клара древолазов нашла укромное место внутри бромелии. Здесь самка отложит икринки. Во влажных джунглях Коста-Рики лягушки обычно откладывают икру на листьях. Когда самка отложит икринки, самец их оплодотворит. На этом заботы родителей заканчиваются. Хищники пользуются этим, чтобы закусить икрой. В джунглях лягушки откладывают миллионы икринок, так что часть из них выживет. В джунглях выпадает много дождей. Каждый дождь – новое начало. Головастики свешиваются с листьев и спрыгивают на землю. Другие животные готовы ими перекусить. Поэтому слабые и беззащитные виды откладывают много икры, в надежде, что выживет хоть кто-нибудь. Листья бромелии образуют чашу, в середине которой скапливается немного воды. Идеальное место для спаривания маленьких древолазов. Они принимают яды вместе с пищей, и поэтому вырастают очень маленькими и могут отложить всего три или четыре икринки. Икринки остаются под охраной самца. Он следит за тем, чтобы их не съел паук или другой самец древолаза. Головастикам, вылупившимся из икринок, нужно больше защиты. Как только головастики вылупились, самец подает самке сигнал. Теперь опека ложится на самку. Она несет головастика на спине. Нужно найти для него безопасное место. Самка не обращает внимания на привычную пищу. Она должна залезть на дерево с детенышем на спине. Мать успокоится, когда перенесет головастика в бромелию, висящую на дереве. Но здесь нет никакой пищи. Поэтому самка откладывает неоплодотворенные икринки. Это еда для головастика. Благополучно доставив головастика, самка не отдыхает. Внизу ждут другие головастики. Чтобы вырастить как можно больше потомства, нужно торопиться. Обитатели джунглей не сидят на месте. Жаркий и влажный климат – идеальные условия для жизни. Головастики вылупились два месяца назад. Они уже выросли и стали красными, как их родители. Лягушата помнят, каким путем мать поднималась с ними на дерево и храбро прыгают с листа на лист. Играет музыка. Играет музыка. Змея греется на солнышке. В джунглях красный цвет означает отраву, поэтому змея не рискует нападать на лягушку. Змея и лягушка не проявляют интереса друг к другу. Тогда зачем змея преследует лягушку? Эта молодая лягушка следует инстинкту, который велит ей съесть термитов и запасти их яд. Внезапно змея пускается в осторожную погоню. Лягушка видит змею, но не боится. Однако змея преследует лягушку как добычу. Не упускает ее из виду. Лягушка видит змея. Змея принимает рискованное решение атаковать. Но ведь яд лягушки должен парализовать змею, и та не сможет проглотить добычу. Змея не срыгивает лягушку. Проглатывает. Яд не действует на хищника. Эта змея-абориген, костариканский леймадофис, выработала резистентность к яду древолаза. Это естественный враг. В природе выживает не сильнейший, а тот, кто лучше приспособился. Маленький древолаз выбрал яд как способ выживания. А как иначе лягушка защитит себя от природных врагов, и этот вид продолжит свое существование? Первыми живыми организмами были простые бактерии. Медузы появились 600 миллионов лет назад. Первые многоклеточные организмы на планете. Существует более 200 видов медуз, но только куба-медуза может плыть прямо на свою добычу. Медузы дрейфуют в океане по воле подводных течений. Моря непредсказуемы, но медузы мало изменились за прошедшие 600 миллионов лет. Этот простой организм живет на Земле дольше, чем большинство видов. Кораллы и морские анимоны — ровесники медуз, и все они относятся к недариям, стрекающим кишечно-полосным. Они одни из первых обитателей моря. К недарии выбрасывают стрекательные нити. Мы не знаем, когда у них появилась эта способность, но, очевидно, она сыграла важную роль в том, что они пережили сотни миллионов лет. Можно подумать, что ни одна рыба не приблизится к ядовитому кораллу, но среди них живет много разных видов. В коралловых рифах много пищи. Морские анимоны называют морскими цветами. Для охоты они используют щупальца. На конце щупалец находятся книдоциты. Из-за высокой токсичности эти органы обладают очень ярким цветом. У голожаберных моллюсков яркие тела. Им не выжить без книдариев. Некоторые голожаберные питаются гидрами и кораллами. Попав в опасность, они защищаются с помощью яда, съеденного с пищей. У них нет жесткого панциря и развитых мускулов. Зато есть яд. Кроме того, яркая краска означает ядовитость и должна отпугивать врагов. Куба-медуза напоминает кубик. У нее довольно сложное строение. Она чувствует разницу между темнотой и светом и может плыть в сторону своей добычи. Но главное, чем знаменита куба-медуза, — яд. Она жалит весьма болезненно, за что ее называют морской осой. Как же куба-медуза вырабатывает такой сильный яд? С помощью яда медуза убивает рыбу. Куба-медуза плавает быстрее многих медуз, но все равно не может догнать рыбу. Поэтому она ждет, пока течение не поднесет рыбу поближе. Наконец, рыба приблизилась. Щупальцы коснулись рыбки. Время очень важно. Две секунды, и рыба поражена. Кажется, она парализована. Но охота еще не закончена. Сознание вернется к рыбе, и она будет бороться. Охота на быструю и сильную рыбу — дело непростое. Хищник должен быть готов к неожиданным ситуациям. На конце щупалец медузы находятся кнедоциты. В них располагаются полые органы — немотоцисты. Они разрываются, и происходит выброс нити, которая проткнет кожу и введет яд. В немотоцистах вырабатывается яд. Рыба запуталась в щупальцах, и судьба ее решена. Она перестанет бороться, и медуза ее съест. Для этого медуза подожмет щупальца. Так она подтаскивает рыбу поближе к себе. Куба медузы приспособлена к охоте лучше многих медуз, но пищеварительная система у нее такая же, как у остальных. Одно и то же отверстие используется и для еды, и для выведения остатков съеденной пищи. Тело медузы состоит из студенистой ткани. Оно легко рвется при малейшем прикосновении. Некоторые рыбы, попав в медузу, могут разорвать ее пополам. Оружие медузы – ее яд. Своим ядом она может поразить не только рыбу. Он смертелен для человека. С точки зрения эволюции, рыбы и люди – близкие родственники. И рыбы, и люди относятся к позвоночным животным. Яд куба медузы несет смерть позвоночным. Поэтому люди, эволюционные родственники рыб, могут пострадать от этого яда. Некоторые специалисты считают медуз опаснее акул. Большинство медуз дрифуют в океане по воле подводных течений. Инстинкт велит им использовать яд, поэтому их нельзя винить. Этот риф выглядит очень мирно. Но здесь ведутся жестокие бои с использованием биохимического оружия. Многие обитатели используют яд. В глубинах океана остается много нераскрытых тайн. Сколько нового мы узнаем о жизни морей в ближайшие годы? Плоды эволюции в суровом океане намного разнообразнее, чем на суше. Жизнь зародилась в океане и оттуда вышла на землю. Начали развиваться различные сухопутные животные. Но одно животное вернулось в море. Это морская змея. Много миллионов лет назад некоторые змеи вернулись в океан. Почему это произошло? Почему змеи решили жить в море? Это неизвестно. Морская змея прекрасно плавает и прекрасно чувствует себя в море. Удивительно, что когда-то она была наземным существом. За миллионы лет змея приспособилась к жизни под водой. У нее более гладкая кожа, чем у живущих на суше, чтобы было легче плавать. Она легко ползает по дну. Хвост змеи напоминает плавник, чтобы легче было передвигаться под водой. Но морская змея должна подниматься на поверхность, потому что она дышит легкими, а не жабрами. Она захватывает воздух и снова спускается под воду. Змея не остается на поверхности из-за птиц. Однако она должна всплывать каждый час. А во время охоты ей нужен воздух каждые 20 минут. Добычи не видно. Рыбы являются основной пищей змей. Их яд близок к яду кобры, но более токсичен. Это может означать, что охотиться под водой труднее, чем на суше. По неизвестным нам причинам, морские змеи теперь живут в океане. Возможно, они сделали неверный выбор. Но в эволюции нет верных и неверных решений. Земная жизнь зародилась в океане. Планету населяет множество разнообразных видов, выработавших уникальные стратегии выживания. Некоторые виды размножились, другие вымерли. Однако, если вид существует сегодня, это не значит, что он будет существовать всегда. Может появиться новый соперник, или резко измениться среда обитания. Тогда животным придется адаптироваться заново. Хищник-улитка-конус передвигается не спеша. Она прожорлива и может съесть рыбу размером с саму себя. Но как она охотится на рыбу, если так медленно двигается? Она втягивает воду через длинный хобот и вынюхивает добычу. Эта часть тела — глаз улитки. Он может улавливать свет. Улитка не может догнать добычу, поэтому ждет заката. Ночью океан выглядит совсем иначе, чем днем. Не видно ни одной рыбы. Она отдыхает. Ее состояние близко к сонному. Рыба очень вялая. Приближается добыча. Этого и ждет улитка-конус. Этот хоботок — сенсор, которым улитка определяет местонахождение добычи. Изо рта улитки появляется большая труба, чтобы найти рыбу по запаху. Промахнулась. Но что это такое? Это радула. У улитки есть похожее на копье радула, где вырабатывается яд. Когда добыча приближается, радула выделяет яд. Чтобы отравить жертву, улитка стреляет радулой. Снова промахнулась. Как целится улитка, как лучник с завязанными глазами. Даже по вялой рыбе попасть очень трудно. Затем происходит удивительное превращение. Узкий рот раскрывается до размеров всего тела. И в этот рот, как в мешок, попадает заснувшая рыба. Улитка не использует яд. Неважно как, главное — поймать добычу. В этом ключ к выживанию. Даже сегодня океан меняется. Среда обитания непостоянна. Появляются новые соперники. В соревновании за выживание нет линии финиша. Чтобы не исчезнуть, всем приходится адаптироваться к изменениям среды. Животные в океане вынуждены делать выбор. Какую цену они платят за принятые решения? Как это влияет на эволюцию их вида? Это утконос. У него есть легкие, но почти все время он проводит под водой. Самки откладывают яйца, но кормят малышей молоком. Его нос похож на утиный клюв, а хвост как у енота. Ученые почти ничего не знают об утконосах. Австралийский континент не всегда был отделен от всего мира. Около 45 миллионов лет назад он отделился от Антарктики и переместился на север, где находится сейчас. Климат Австралии жаркий и сухой. Отсюда невозможно перейти на другой континент. Изоляция стала причиной уникального хода эволюции. Миллионы лет Австралия вела уединенное существование и превратилась в музей истории эволюции и уникальных видов животных. Австралия – родной дом для многих видов сумчатых. Вомбат ходит, как медведь. Коала живет на деревьях, но все они сумчатые. Слабые малыши сумчатых растут в кармане у матери, а не в плаценте. У сумчатой куницы мех, как у оленя, но рот, как у барсука. У ехидны – острая мордочка и иголки на спине. 700 тысяч лет назад Австралия пережила оледенение и засуху, поэтому климат ее больше подходит для млекопитающих, чем для рептилий. Однако крокодилам нужно намного меньше пищи, чем львам, поэтому они смогли выжить в Австралии. В Австралии есть жаркие сухие пустыни, но рептилии успешно размножаются. В таком суровом, засушливом климате охотиться непросто. Поэтому австралийские хищники обрели мощный яд, чтобы убивать добычу. Большое количество равнинной, но неплодородной земли в очень суровом климате создало уникальную экосистему. Чуть южнее Австралии, на остров Тасмания, пришла весна. В южном полушарии начался брачный сезон. Утконос плывет под поверхностью воды. Это первый вид млекопитающих, отделившийся от рептилий миллионы лет назад. Однопроходные, в том числе утконос, имеют одно отверстие и для размножения, и для дефекации. Этот утконос голоден. С помощью клюва он вскапывает мягкое дно пруда, чтобы найти насекомых и ракообразных. Клюв работает как детектор для поиска пищи. Набив рот едой, утконос всплывает на поверхность. У него нет желудка. Пищевод сразу переходит в кишечник, поэтому он тщательно все пережевывает. Когда утконос ныряет, кожа покрывает его глаза и уши, защищая их от воды. Кроме того, он сжимает ноздри, чтобы плавать под водой достаточно долго. Утконосы не встречаются в западной части Австралии. Даже в Тасмании численность утконосов сокращается. Спокойные чистые озера и пруды исчезают, а перепончатые лапы утконоса непригодны для обитания в австралийских пустынях. Утконосу грозит вымирание. В октябре самцы ищут самку для спаривания. Почти весь год утконосы живут поодиночке, но сейчас самец почувствовал феромоны самки. У этого утконоса уже есть подруга. Он даже устроил гнездо для будущего молодняка. И теперь утконос сильно проголодался. Что это? Он что-то заметил. Это соперник, тоже привлеченный феромонами самки. Первый утконос осторожно приближается к новичку. Нельзя позволить ему переманить самку. Второй утконос приближается и направляется через весь пруд прямо к самке. Неужели первый самец позволит увезти свою самку? А как же продолжение рода? Соперник делает первый шаг. Направляет заднюю лапу в сторону противника. Утконосы дерутся шпорами. Шпора самца связана с железой, выделяющей яд. Во время брачного сезона самцы вырабатывают много яда и пользуются им, чтобы отразить опасность. А соперник, который может увезти самку, считается очень опасным. Победит сильнейший или тот, кто нападет первым. Он оставит потомство. В ход пошла порцией яда, и соперник удаляется. Порядок в пруду восстановлен. Октябрь. Время, когда в Австралии начинается весна. Все живое стремится к размножению. Все живое запрограммировано на размножение, и стремится передать свои гены потомству. Поэтому животные сражаются за внимание самок. Миллионы лет самцы утконоса успешно используют яд, сражаясь за самку. Эта стратегия обеспечивает сохранение вида. В ходе эволюции появилось много стратегий адаптации. Среда обитания постоянно менялась, и животные должны были приспосабливаться. Первые животные, способные вырабатывать яд, появились сотни миллионов лет назад. Это была революция. Смогли бы они выжить без помощи своего яда? Но за каждое преимущество нужно платить. Яд этих животных – всего лишь способ выжить. В природе выживает не сильнейший, а тот, кто лучше приспособился. Но нельзя победить однажды и навсегда. Эволюция продолжается, а значит, перемены неизбежны. Чтобы выжить, растения и животные должны будут приспосабливаться. Поэтому земля, животные и место яда в процессе эволюции продолжат изменяться. Продюсер Чху Док Дам. Автор сценария Со Дон Сэ Ла. Операторы Хон Йи Гвон, Пак Сон Ун, Ли Сан Ин. Режиссер Пак Сон Ун. Производство Корея Эдю...